Федеральная антимонопольная служба по Югре проверяет факт роста цен на медицинские одноразовые маски. Первое обращение поступило в ведомство накануне от жительницы Хантамансийска. Она жаловалась, что аптечный пункт установил двойную стоимость на товар. Дорожают ли в целом средства противовирусной защиты и лекарственные препараты, выясняют и УНФ. Они мониторят цены. Наш корреспондент расскажет подробнее. Спрос на одноразовые маски в аптеках вырос моментально на фоне сообщений о первых случаях заражения в России китайским коронавирусом. Найти их и другие респираторные средства в Хантамансийске сложно. Запасы, рассчитанные на месяц, распроданы за пару дней, говорят фармацевты. Поставки этого товара ограничены, а те партии, которые поступают в продажу, раскупают сразу же. Мы надеемся, что поступят сегодня маски, потому что перебои во всех аптеках. Они приходят и выкупают сразу упаковку. Человек пришел, приписает штук, я покупаю пять штук сразу. То есть такой большой ажиотаж на них, да? Да, мы рекламу сами слышали, какая про коронавирус и так далее. Аптечные сети и производители лекарств отреагировали на повышенный спрос на медицинские маски. В управление Федеральной антимонопольной службы по Югре поступила жалоба от жительницы окружного центра, которой маски обошлись по двойной цене. ФАС инициировал проверку по данному факту. Не исключено, что случаев, когда наживаются на ситуации с коронавирусом, гораздо больше. 3 февраля с сего года поступило обращение от жителей города Ханты-Мансийска о повышении стоимости масок в аптеке «Фарма Копейка». То есть 1 февраля 150 рублей стоило, 50 штук упаковка, а 2-го уже продали за 300 рублей. Такой же самый объем. В адрес «Фарма Копейки» направлен запрос информации, то есть по результатам анализа уже будут сделаны выводы, есть нарушения или нет нарушения антимонопольного законодательства. В ситуацию вмешались члены молодежки УНФ. Они посещают ежедневно аптеки в городах и поселках, отслеживают, где маски и препараты продают по завышенным ценам. Контрольная проверка в одном из таких рейдов показала, что одну и ту же упаковку из трех масок можно приобрести и за 26 рублей и почти в два раза дороже. А из пяти штук и за 40, и за 80. Цены разнятся и на самые популярные лекарства. К примеру, орбидол можно купить за 480 рублей и за 618. А там и флю может обойтись и в 1060, и в 1450 рублей. С 6 по 11 февраля мы ведем мониторинг аптек города, проверяем цены на лекарства противовирусные в связи с эпидемией. Мониторинг идет не только в городе Ханты-Мансийск, но и по всему округу. Это Нижневартовск, Ханты-Мансийск, Нефтьюганск, Нягань. На фоне борьбы с распространением коронавируса, завышение цен на медицинские маски и лекарства может обернуться лишением лицензии. Об этом заявил президент России. Тем более, что в непростой ситуации оказались те, кто стал жертвой простудных заболеваний. Только за неделю количество пострадавших от ОРВИ и гриппа в Югре выросло на 26%. Максим Солюков, Никита Ручкин, Вести Югория, Ханты-Мансийск.